Итак, студия «Купол» продолжает свою работу на Нижегородской ярмарке. У нас в гостях генеральный директор радиоканала «Говорит Москва» Владимир Константинович Мамонтов. Здравствуйте. Вы приехали к нам сюда на международный бизнес-саммит и первым делом отправились на пленарные заседания, правильно ли? Нет, я еще успел в университет заскочить и там поговорить с ребятами. Это традиционная такая история. Все такая, приезжаю, меня в университет зовет к журналистам, ребятам или девчатам, лучше сказать, девчат там больше. Я говорю с ними о каких-то актуальных проблемах в журналистике. В этот раз получился тоже такой разговор. Толковые детки, как принято говорить, живой интерес, пообсуждали проблемы. Ну, например, они спрашивали, когда ожидается повышение зарплат журналистов. А то они учатся-учатся, а зарплаты будут очень низкими. Что мог, ответил. И когда же? Мне тоже очень интересно. Я сказал, что ждать этого, в общем, наверное, не стоит. Надо быстро выходить замуж за того человека, которого, конечно, любишь, да? Ну, и у которого тоже будут какие-нибудь средства к существованию. И тогда, сложив эти две, семья может потихонечку и протянуть до конца кризиса. А мальчикам что делать? Им за замужем тяжело. Мальчикам надо все равно пробиваться. Они все-таки, они вот сейчас мальчики, а завтра мужчины. И пусть тащат на себя. Но что делать? А куда делаться? А как вам кажется, журналисты, студенты, журналисты, они меняются из года в год? Вы знаете, да. Вообще студенты и вообще абитуриенты и студенты с течением времени довольно сильно поменялись. Знаете, у меня на самом деле, у меня была страшная пессимистическая точка зрения на это, страшный пессимистический взгляд, что дети, буквально, я не знаю, потеряли мы детей, 90-е годы, мы занимались не тем, и так далее. Постепенно ситуация выравнивается. И вот в некоторых вузах я принимаю участие в приемных экзаменах, на собеседованиях. Катастрофа была. Просто катастрофа. Сейчас, несмотря на ЕГЭ, несмотря на все эти ужасы, которые мы друг друга пугаем, лучше дело не сильно, не на много, не на порядок. Но потолковее дети, поинтереснее ответы, когда копаешь глубину знаний и любознательности чуть лучше, ну, в общем, появился какой-то легкий оптимизм в этом смысле. А ужас-то был в чем? В том, что они просто малограмотные, потому что мало учились? Да, они толковые, у них глаза, может быть, даже горели, как принято говорить, или понятно было на каких-то примерах, что у них котелки варят, но катастрофическая история с образованием, или лучше сказать, знаниями и каким-то социальным опытом, помимо вот этого злосчастного социального опыта, который они вот видели некоторое время, я не знаю, кругом, в семьях там и так далее. Сейчас получше. А в целом, как вам кажется, те ребята, которые сейчас учатся на журналистов, здорово ли они отличаются от тех, что были лет, скажем, 20 назад, и в чем это отличие? Вы знаете, в чем-то они, по крайней мере, я их убеждал в том, что они должны быть похожи на нас, должны быть любознательными, знающими, там, ну, в общем, как, ну, такой родитель дедушка там накачивал их, что... Но, с другой стороны, они, конечно, другие. Если у нас это было гипертрофированное, вот сейчас, чувство ответственности, там, значит, сто раз проверили, один раз отрежь, ну, и так далее, и так далее. Эти, конечно, гораздо более свободны, гораздо более, гораздо более, ну, а я хочу сказать слово там, отвязны, да, но они больше соответствуют, может быть, своим читателям, своим зрителям, своим блогерам, там, не знаю, посетителям, блогеры соответствуют своим, своей аудитории. Ну, мир поменялся, они меняются с этим, но я их все-таки всячески призывал взять от старой школы вот эту ответственность, проверку, вот это вот понимание, что все-таки это профессия, а не только вот ты написал, вот это мое мнение, ну, и до свидания. А это уже, да, это твое мнение, но это уже и профессиональное мнение, имей это в виду. В общем, так вот с ними поговорили, по-моему, поговорили хорошо. А как вы вообще относитесь к блогерам, те, которые меняют себя журналистами от интернета? Они разные, вы знаете, ведь что происходит с одной стороны, некоторые блогеры пришли как блогеры и постепенно пришли к тому, что вообще-то они, они не очень, может, признаются в открытую, что вообще-то они журналисты уже. То есть в их текстах, кроме самовыражения, уже есть или есть, или очень даже есть такой вот отзывок своей социальной роли, понимания своей социальной роли. А есть и другая процедура, многие такие old school журналисты держались, держались, да тоже вы, на самом деле, пошли в блогеры. Сначала робко, очень смешно, подчас, потому что они там со своими накатанными рельсами туда пришли, а там все другое, там все иначе, гораздо проще, гораздо живее, иногда интереснее, иногда ужаснее, иногда прекраснее, иногда смешно, иногда грустно и так далее. Но на это другая немножечко жизнь, и нелепо было бы сейчас нам, журналистам старообразным, да, старой школой, да, на это вот сетовать, вздыхать и так далее. Жизнь другая. Надо или живи в ней, или забудьте, пиши воспоминания. Скажите, а вот у нас сейчас в рамках бизнес-саммита проводится медиафорум, и вот в рамках уже медиафорума проходит форум корпоративных СМИ. Как вы относитесь к корпоративным СМИ? Имеют ли, на ваш взгляд, они право на существование, и может быть, в чем-то их минусы, а может и плюсы? Вы знаете, да право-то они имеют, но почему нет? Ну вот решила какая-то компания, или какой-то коллектив компании с теми или иными целями создать это как корпоративные СМИ. У них есть на это деньги, у них на это есть профессиональные люди, и главное, у них есть читатели, и они, в общем, в этом смысле успешны. Ну так и на здоровье? Вы знаете, это очень интересный вопрос. А вы, из чего социальные сети родились, да? Ну, например, Фейсбук. Фейсбук был, в сущности, корпоративом студентов. Другое дело, что если они выпускают какую-нибудь такую старомодную газету, вы знаете, при старых больших газетах были маленькие газетки, коллективные такие, тоже корпоративные, там «Известинец», там «Правдист». Ну, конечно, было все это, читать невозможно. Сейчас это представляет интерес какой-то, то, что от них осталось. Какие-то папки, подшивки, да? Это представляет хотя бы исторически, или для тех, кто в теме. А вообще, конечно, это. Поэтому, если им надо, пусть делают. Если им хочется, да на здоровье. Если они же симпозиумы проводят, и встречи, и у них есть там проблемы, пожалуйста. Только жизнь сама их поставит на место. Если они нужны, они будут продолжаться. Если коллектив скажет, что нам это надо, нам это интересно. Или работодатель скажет, что нам интересно. Другого, мне кажется, здесь для них будущего нет. Либо так, либо эдак. Надо соответствовать тем задачам, которые у них станут. А как вам кажется, соответствуют ли нынешние СМИ задачам по, не знаю, налаживанию, что ли, по информированию населения о том, как развивается бизнес? Могут ли современные журналисты, может ли современная журналистика отражать потребности и запросы бизнеса? Или у нас просто нет такой школы, и не научили еще никого правильно писать? Может, я бы так сказал, может, но не хочет. Понимаете, это нужно, нужно, вот как раз к вопросу о корпоративных СМИ. Нужно очень независимые иметь СМИ для того, чтобы писать правдиво не только о бизнесе, о чем угодно. У нас ведь, вот мы с вами про корпоративные СМИ говорили, а у меня есть такое ощущение стойкое, может быть, ошибочное, что некоторые наши федеральные СМИ, они отчасти корпоративные. Ну, во-первых, ими владеют очень часто крупные финансовые воротилы. Они так или иначе филированы там во что-нибудь, структурированы, имплементированы, любое, вот какое-то этих слов там подберите. А коли так, то тогда ожидать профессиональных оценок от них сложно. Вообще, институт подготовки бизнес-журналистов, журналистов, которые вы точно понимали, бредом были бы свободные, смелые, независимые и компетентные, он у нас еще, мне кажется, не очень развит. Поэтому вот таких псевдоэкономистов-журналистов довольно много, а настоящих мастеров на самом деле мало. Так пока, мне кажется. Они, кстати, наперечет. Их там растаскивают по этим экономическим изданиям. Вот у меня есть несколько людей, которые действительно классно пишут, хорошо знают бизнес и независимы просто по натуре, и умеют это хорошо писать. На этом строят свою жизнь, карьеру. Так их растаскивают просто по... Не успеет он откуда-нибудь уйти, как он говорит. А у меня уже другое предложение там возникло. Так что это тоже пользуется спросом. У вас на радио «Говорит Москва» тоже такие есть? Ну, безусловно. У нас вообще приветствуются такие самостоятельные люди, такие яркие персонажи, которые, в общем, не боятся ничего. Я недавно ездил в командировку вместе с моим коллегой с радио Владимиром Карповым. Мы ездили к Рамзану Ахматчук Кадырову, делали с ним большую программу. И я подумал, вот в чем это отличие... А он довольно молодой журналист, Володя Карпов. Я подумал, вот в чем отличие этого молодого поколения от меня, например. Я бы с гораздо большими приседаниями, с какими-то такими спиететом и так далее. А тот чешет, как есть. Не особенно заботится об этих восточных премудростях, политесах и так далее. И в конечном итоге интервью получилось хорошее и очень точное. И мне представляется, что если собеседник умен и толков, и широк по взглядам, он это тоже оценивает, понимаете? Потому что разговаривать вот этими стертыми фразами, а как у вас там дела в этой-то сфере? А в этой сфере мы вчера там укрепили это. Кому это в конце концов надо? И главное, что сейчас это не особенно востребовано нигде. Ни в эфире, ни в общем и на ином уровне. Такая вот такая позиция и такая тактика, она не сильно принесет успех. Мне кажется, что сейчас это шанс для журналистов таких писать интересно и правдиво. Владимир Константинович, ваше радио называется «Говорит Москва». Значит ли это, что оно рассчитано только на столичных жителей? Нет, это пока мы действительно вещаем, если говорить о IFM-диапазоне, мы вещаем только на Москву. Но в планах у нас есть развернуть это вещание. Ну а потом у нас есть рекламный слоган «Говори Москва, разговаривай Россия». Поэтому мы подспудно к этому готовимся, к тому, чтобы переходить. Но вы знаете, это вопрос чисто экономический на самом деле. Чистота стоит дорого. Просто так бесплатно нам никто ее не отдаст. Мы коммерческая организация, мы к Москве, бабушке, в смысле к правительству отношения не имеем. Мы у них только попросили, не особо надеясь, что они так сделают название. Они нам его отдали, за что им огромное спасибо. Слушать нас можно в интернете. У нас хороший сайт, постоянное общение там на сайте. И мне кажется, что, несмотря на то, что у нас есть московские конкретные темы, но мы не в ЖКХ, не копаемся в каких-то проблемах только московского ЖКХ или там чисто московских, поливают ли московские улицы, не поливают ли Москвы. Все-таки у нас замах шире, замах поширше будет. Поэтому у нас есть некоторые города и городки, которые по интернету просто получают эту историю. И, например, в городе Сарове, говорит Москва, довольно популярная радиостанция. Они у нас берут по интернету сигнал. Им нравится. – Здорово. Скажите, а как вам работает с вашим главным редактором радиоканала Сергеем Доренко? – Очень. – Сергей Леонидович, наверное, очень непростой человек. – Он непростой, он очень неординарный, яркий, своеобразный. И работает с ним нам абсолютно легко и просто. На берегу договорились. Я директор, он редактор. Это очень просто. Это просто, конечно, сказать. Не так просто выдержать это дело. Но надо выдерживать. Мы же опытные журналисты, люди. Не первый год в медийной отрасли. Когда-то в «Известиях» у меня был генеральный директор Петр Годлевский. Который вот это правило. Я был главным, а он был генеральным директором. И он с удивительным чутьем, тактом и, я бы сказал, самоотверженностью, вот это утверждал всегда. И я с ним вместе. Теперь я стал генеральным директором. И я теперь точно так же это утверждаю. И мне кажется, что моя задача решить редакционные проблемы. А уж в редакционную политику пусть он сам определяет. Он человек яркий. У него есть свои слушатели. И там есть проблемы и сложности, безусловно. Но они происходят от живости вещания. От неординарности. Они вызывают споры. А если это тоскливо, скучно и никому не надо. А где рейтинг? А мы коммерческие. А рекламу нам кто за это даст? Да никто. И так далее. У нас за этот год довольно хорошие показатели по рейтингу радиостанции. Хотя у нас есть основная доля. Это, скажем так, есть инвестиционная доля нашего главного инвестора и хозяина. Но он нам страшнейшим образом устанавливает план в рекламе. Так мы его перевыполнили. Вот на следующий год два раза больше поставят. Чего пожалеете? Ну, конечно. Зачем я это ляпнул? Зачем я это ляпнул? Скажите, а есть у вас какие-то запретные темы, вещи, о которых вы не будете говорить ни за что? Ну, будем так говорить. Мы о некоторых вещах, я не думаю, что есть какие-то запретные темы. Но о некоторых вещах мы будем говорить корректно, предельно корректно. О некоторых можно говорить, наверное, и посвободнее. Это все в очень индивидуальном порядке, в общем, решается. И если найти правильную тональность, то вообще-то можно поговорить о чем хотите. Только вот, еще надо иметь в виду, слушатели готовы так воспринимать. Ну, например, очень любят шутить, понятие стеба заводить, троллинга и так далее. В результате не все такие у нас продвинутые оказываются. И читатели, и слушатели нам иногда говорят, вообще, подожди, вообще мы не поняли. Вы сейчас за кого? За большевиков или за коммунистов? Или Ленин в каком интернационале у вас? И так далее. Это очень важно, потому что нам надо уважать своих слушателей, как-то прислушиваться к тому, а как они на это реагируют. А мы как-то разбирали один случай, мне ребята говорят, да нет, ну подожди, ну что они пишут там, что они говорят? Ну это же троллинг. Ведущая не имела этого в виду. Она наоборот, это с громадной иронией это говорила. Ну и кто считал эту иронию? Половину считал, а половину нет. Ну давайте я говорю, хотя бы там, ну предупредомляйте, троллинг. Смайлик, смайлик, кавычки. Так что вот. Скажите, а вот сегодня, я уже поняла, что вы не попали на деловой завтрак, но тем не менее сегодня он проходил для участников медиафорума. И в частности журналистов приглашали туда, чтобы они увидели, как власть и бизнес пытаются найти общий язык и как-то в этом посодействовать. Я думал, как власти бизнес кушают на завтраке. Ну как кушают, нет. Это важный вопрос на самом деле. Вы правы. Конечно, власти бизнеса, в России так все устроено, что если все упростить и сказать грубость, то выглядеть это будет так. Если в некоторых странах в значительной степени деньги рождают власти, то в России все-таки власть рождает деньги. Пока это сильно огрубляет затронутую нами тему, но что-то в этом есть, похожее на это. Поэтому от того, как власть занимается здесь вопросами бизнеса, этот бизнес очень сильно зависит. Я хочу сказать, что на самом деле я уже не первый год же к вам приезжаю. Я смотрю, как ваша власть, как губернатор, и как многие здесь работают над инвестиционной привлекательностью, в том, чтобы завлечь этого бизнесмена, как-то его заставить расстаться со своими деньгами, построить на благо себе и области, и нам с вами, какой-то бизнес развить, построить все это. Это очень дорогого стоит. Во-первых, это мало одного желания. Надо еще уметь постепенно. То, как вы это постепенно пробиваете и продвигаете, это очень позитивно, на мой взгляд. Ну вот, а журналисты пусть тоже смотрят. Многие же как-то наивно полагают, что, я не знаю, там, где там картошка на деревьях растет. Нет, она не на деревьях. Ее надо окучивать, ее надо поливать, она в землице матушки там, внутри. И в конечном счете, в конечном счете, вот сегодня Валерий Павлиныч сказал, 10 переговоров, 2 проекта в жизнь. То есть там вот этой вот руды, перемолки, довольно много. Ну, 2 проекта из 10, которые пошли в дело, вернее, пошли, заработали. Ну, это хорошо, это много. Это для Нижнего Новгорода действительно очень-очень важно. Там в гербовом зале висит герб России, рядом Москва, рядом Нижний Новгород. Причем вот с давних времен, это никто специально быстренько не вешал. Это так было в России еще с давних времен, как я выяснил. Карман России. Карман России, да. Справа, Москва слева. Что она, я не знаю, что она России. Наверное, сердце. Конечно, конечно. Вот, понимаете, поэтому журналисту надо быть любознательным и ходить на завтраки, мне кажется. Обязательно, обязательно. Это интересно, там же много интересного. Так что, да. Если говорить о пленарке, о пленарном заседании, которое вы сегодня модерировали, его тема была «Россия в будущее вместе». Взгляд из Москвы повыше все-таки. Какое оно у нас будущее? Как вы думаете? Там выступали очень любопытные, неинтересный набор выступающих. Может быть, не получилось какого-то диспута и диалога. Но это очень тяжело, потому что, во-первых, было много выступающих, действительно, и очень представительная история была. Там послы французский, чешский, иракские представители торговых палат и так далее. Все они как раз про инвестиции, про климат, про санкции, какое у нас там будет будущее и т.д. и т.п. Знаете, я не знаю, какое будущее, предсказывать будущее это дело, наверное, но точно не журналистов. Но что было видно? Вот эти люди, собравшиеся, каждый на своем месте, их разрывало какое-то противоречие. С одной стороны, они говорили, ну вот там санкции, но мы все равно будем стараться, удержаться, мы пришли к вам надолго и т.д. Но мы-то знаем, что если поступит политическая команда «ноу», то вот все эти прекрасные люди потеряют... Очень правильно. Значит, вот это же произойдет. И сегодня, с другой стороны, там выступал представитель французско-франко-российской торговой палаты, и он говорил, слушайте, а может быть, ну не надо в этот момент усиливать всевозможные налоговые и иные проверки на совместные предприятия, на тех, кто пришел в Россию надолго и т.д. Может быть, сейчас не надо? Он говорит, нет, я слышал такую точку зрения, что сейчас и надо, вынуждая их таким образом, там они, да да, и чтобы они давили на свои правительства, это может быть, может быть, но с точки зрения меня как потребителя, меня как вот, который ходит в Ашан, грубо говоря, да, я бы так сказал, ну давайте, давайте все-таки как-то так со здравомыслием подойдем к этому делу. Я тоже очень за, там правильно сегодня говорили, что вообще-то надо использовать эти возможности, импортозамещение, и так далее. Все это правильно, но это даже как бы не обсуждается правильность этого, но глобальный мир тоже никто не отменял. Мы не можем ничего тут взять и закрыть себе эти двери, и сидеть себе, значит, радоваться, во-первых, радоваться будет нечему. Во-вторых, на печи станет скучно. А во-вторых, станет скучно, да. Мы же даже в Советском Союзе ни от чего не закрывались, всякими способами. Ну потому что такое импортозамещение. Вот сегодня приводили пример на этом круглом столе, я сейчас не буду говорить, потому что перевру кто, и перевру что. Но производство немец организовал, насколько я понял, здесь с трудами огромными, значит, со всеми там делами и муками, но организовал производство сырья для, по-моему, полихлорвинила. И таким образом немецкое производство закрывает 70-70% потребности России. Да, потребности России в этом деле. Вы скажите мне, это импортозамещение? Да. Я скажу, да. Многие считают, если они там Тойоты здесь делают, это не импортозамещение. Импортозамещение, это... А почему нет? Ну, зависит от комплектующих, от количества того, сколько там деталей российской сборки, ну и так далее, и так далее. Это верно. Давайте так. Будем создавать свой автомобиль? Будем. Сделаем его, как, знаете, на старых фотографиях Москвы. Одни победы. Одни победы едут. Потом одни в Волге. Потом Жигули одни. Будет так когда-нибудь? Нет, не будет уже. Никогда. И слава Богу, что не будет. Это как раз к тому, что мир глобален. Но в целом ряде производств, в целом ряде отраслей, конечно, это хороший повод все эти санкции и все остальное одуматься, опомниться, сказать, и сказать, а вот это мы будем делать сами, иначе нам трындец. Вот это очень важно. Иначе нас каждый возьмет за глотку, поставит на колени, как хотите. Поэтому в ходе этого пленарного заседания вот эта противоречивая ситуация, она была как минимум отфиксирована. Я не думаю, что мы что-то тут, прорыв интеллектуальный совершили, но то, что она отфиксирована, и она дает понимание реальности лучше, но мне кажется, это много, это хорошо, хорошая история была. Ну что ж, большое спасибо. Так вам спасибо. Напоминаю нашим зрителям, что у нас в гостях был генеральный директор радиоканала «Говорит Москва», который вещает не только в Москве, но в интернете, можем тоже его послушать. Владимир Константинович Мамонтов, большое вам спасибо. Спасибо. Зрителям и говорим, не отключайтесь.